Дороги истории. Пять улиц Бобруйска названы именами наших героев Великой Отечественной войны. Соломон Горелик, Владимир Ермак, Сергей Сикорский, Алексей Семенов и Вера Харужия – все как один уроженцы города на Березине. В 43-м году Сергей Сикорский возглавил партизанское движение под Витебском. Его команда пустила под откос больше 520 вражеских эшелонов, взорвала 320 мостов, избавила родину от 20,5 тысяч немецких солдат и офицеров. Улица Сикорского расположилась в 6-м микрорайоне, а Семенова на Фарштадте. Семенов Алексей Фадеевич – единственный у нас в городе полный кавалер трех орденов славы. Это самый почетный солдатский орден. Он давался только рядовому составу. Это звание тоже приравнивалось к званию Героя Советского Союза. Улица Соломона Горелика протянулась почти сквозь весь микрорайон Киселевичи. Каждый день по ней проходят сотни горожан. Соломон Горелик погиб в первые месяцы войны на боях под Белгородом. Он одним из первых бувруйчан был удостоен Красной Звезды. Историю солдата бережно хранит Краеведческий музей. В витрине вы можете увидеть гимнастерку воентехника второго ранга Соломона Ароновича Горелика. В честь Веры Хоружей назвали улицу и два переулка. Уроженка Бобруйска после начала войны ушла в подпольщицы. В 1942 году ее отвезли в Германию и казнили. Имя Веры Хоружей с гордостью носит средняя школа номер 27. В 1971 году на улице Пушкина был торжественно открыт вот такой памятник. Средства для его установки собрали сами школьники. В одном из классов ей посвятили целую экспозицию. Копии писем и фронтовые открытки лежат под стеклом. Ермак Владимир Иванович повторил подвиг Александра Матросова. Закрыл своим телом дуло вражеского отзота. Имена героев увековечены на аллее на площади Победы. Многие из них не дожили до 9 мая 45-го, но пожертвовали жизнью не напрасно. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич. Итоги недели.